вот друзья сейчас еду через ирпень бучу посмотрите какие дома как пострадали такая вот картина и это все дорога через ирпень бучу еще раз говорю такое полностью разрушены сгорели автомобили видите рядом стоящий на парковке так сейчас дальше въезжаем в бучу вот еще здание по пути город бучу вот между ирпенем и бучу такие вот руины остались и вот так же тоже друзья подъехал сейчас город бучу и вот как раз на подъезде смотрите что он встречает посмотрите и руины во что превратили мирные уютные улочки дома где теперь людям жить как это отстраивать заново все дома практически под фундамент разрушены автомобиль который стоял на парковке виде сгорел дупла также эта зона заминирована поэтому не советую по стройкам ходить бродить пока полностью не разминирует всю эту часть также можно заметить что вот за разрушены дома и напротив точно такая же ситуация посмотрите вот так едем дальше сейчас более вглубь так сказать города буча вот так вот дома разрушены а на этой улочке происходили уличные бои всю технику военно уже расчистили видите все более-менее но дома разрушены заборы поваленные сейчас друзья подъехал к продуктовому магазину сети новус видите тоже взорвали получается входную часть полагали стекла также тут вот сбоку тоже пострадала дверь соседняя и если видно вам то соседний дом жилой полностью сгорел тоже особенно третий четвертый этаж а даже два дома эти слева и справа но те рекламный как вот бокс раскрошился полностью я подъехал к торговому центру avenir plaza называется возможно название неправильно прочитал но неважно и смотрите какие повреждения тоже на первом этаже стекла повылетали и рядом с ним вот если не ошибаюсь эпицентр был возможно что другое я просто здесь не часто был вот его полностью сложила здание да все же это был эпицентр подходить ближе не вижу смысла потому что так все понятно что его грубо говоря уже нету так вижу стекла разбитые вот еще на плитки скажем честно еще очень много таких мелких каких-то деталей замечаю например фонари которые освещают улицы тоже полностью повалены или светофоры которые обстреляны насквозь просто вам этого не снимаю потому что это так на фоне таких масштабов это мелочь просто постараюсь как можно больше показать вам но опять же такие то что я вам покажу это процентов 10 от того что повредили здесь в этом городе вот так вот со стороны выглядит это здание что он показывал будивельни материалы были интерспорт такое едем дальше вот друзья еще одно здание здесь если не ошибаюсь был ресторанный комплекс когда-то сейчас мы видим то что от него осталось скорее всего было несколько снарядов а потом пожар возгорание это все сейчас друзья подъехал к бучанскому парку это одно из моих любимых мест мало кто знает об этом и смотрите что я увидел сразу же при въезде в парк забор повален айла в буче забор тоже не угодил оккупантом и сейчас покажу вам столб один из который я заметил тут вот поваленный вырванный с корнями один и второй посмотрите как вот так вот выглядит тоже с корнем ушел на бог к ситуация печальная сейчас хочу еще в сам парк зайти говорят туда прилетали снаряды и не один посмотрю не знаю расчистили возможно уже все и ничего не будет возможно и остались какие-то следы от взрыва самом парке бучанском и так вот ход бучанский парк посмотрим пока что так ничего не вижу только вот поваленные эти вот стенды есть так спускаюсь и посмотрю что там вот пострадала тоже видите немного разбили ну надеюсь это малость я конечно не специалист но мне кажется что этот мусорник чем-то таким сильным ударила вот друзья тут был снаряд осколки немножко видите казалось бы так просто какие-то маленькие штучки до крот какой-то но нет это не крот сделал так как на асфальте и дикая выемка и таких много глубина относительно небольшая но учитывая что то асфальт крепкий то мощный был такой взрыв очевидно посмотрите друзья как дерево покалечили ни одно три дерева вижу интересно то что ж таком надо было делать так вырвало прям ветку тут сейчас очень много волонтеров работают помогает очищать парк также заведения разные киевские и киевской области рестораны привозят горячую еду волонтерам поэтому совместными силами думаю восстановимся былую красоту этих парков городов уютных таких жилых улочек и отправляемся с вами дальше смотреть что тут еще разрушили в городе буча вот друзья то что говорил люди самоорганизовываются волонтеры горячая еда приятно что видите и бизнес задействован и волонтеры и люди которым не безразлично все работают на благо общества вот здание тоже в парке самом видите пострадала стекло одно второе он друзья видите здание со стороны и сейчас хочу показать вам остановку автобусную тоже попала под расстрел буквально вот возле стройки видите и крышу наполовину снесло обстрелянное решето вот друзья в жилом доме аптека на первом этаже полностью сгорела в нее попал снаряд начался пожар и ни одного живого места не осталось в этой аптеке вот так вот она выглядит внутри а сейчас подошел к известной бронемашине видите деревья под обстрелом были сейчас с другой стороны покажу вам вот вот это вот и еще там есть ну далека сейчас она не видно я подойду покажу получается оккупанты думали что это не музейный экспонат не памятник а настоящая рабочая техника которая сейчас будет в ответ нападать обстреливать но как оказалось видите это обычный памятник но они этого не знали вот деревья то что я говорил под обстрел попали причем многие видите одно снесло вот еще то есть частично в принципе и вот лавочка рядом с железнодорожным переездом видите здание тоже пострадала говорят здесь ожесточенные бои велись тоже и также там видите вот здание белые такие и фасад и крыша немного окна вот друзья например киоск пострадал даже здесь были пули калибра 5 45 скорее всего а это уже посерьезней вот друзья на перекрестке увидел тут так плитку и асфальт немножко повредили это от гусениц танков эти вот полностью тут а вот жилое здание тоже тут или магазин был или я вот не пойму или торговый центр небольшой в крышу попал снаряд возгорание и как следствие пожар половина здания нету буча что пострадала сильно после этого всего тут возле одного из жилых кварталов домики такие магазины были тоже разрушены как и само здание жилого такие видите окна выбиты снаряды обгоревшие вот на первом даже тоже все снесли ну и разумеется стекла стекла вообще насквозь ни одного живого говорится столб от фонаря и вот вижу снаряд тоже тут побывал так автомобиль под обстрелом был явно что ж с ним делали такое тут вижу ряд автомобилей которые тоже попали под обстрелы даже один сгорел что это там и на лыжи на парковке эти замотали выбитые стекла чтобы дождь и влага мародеры не попали тоже видите вот такие неприятные моменты здесь даже больше автомобилей один совсем пострадал так смотрите но не считая этого тоже двигатель видно сиденье все что осталось от них а здесь явно целились в заднюю дверь возможно тут дети были такая картина а это скорее всего какая-то тяжелая техника наехала вот так вот этот жека выглядит изнутри тоже попадание было снаряда видите вниз видно что падало и стекло и осколки дома самого обшивка стекла вы можете наблюдать вот там вот большое количество не уцелела и вижу вот так же следы от пуль на детских горках и на стене сейчас подойду ближе автомобиль еще чей-то кутаны так следы вот вы можете сами видеть размеры их честно говоря скорее всего очередью стреляли поэтому такие большие дырки оставили а вот обстрел был стены ведь обшивка газовую трубу повредил поэтому газ в этом доме временно отключили а вот детская площадка вторая ее часть не угодила оккупантам она чем-то не понравилось наверное тем что у них таких нету этим и не понравилось поэтому решили снести ее окна также идти в здании это половина окон выбила кто-то кто скотчем их замотал тоже видите но в принципе она не так сильно разлетелось когда вы скотчем заматываете окно это вот второй дом фасад тоже пострадал здорово и напротив него видите окна фасад в принципе в этом доме уцелел но окна все разлетелись следы от пуль вижу тоже газовую трубу повредили перебили и пуг ощущение что специально смотрите я сейчас ближе вот и вот то есть пломбы тут и тут вот такие отверстия так выглядит дом напротив честно говоря не знаю подлежит ли он восстановлению или нет я не эксперт но в принципе мне кажется что есть шансы его восстановить так как повреждения были не критичны хотя возможно я ошибаюсь возможно чего-то не знаю вот друзья это улица на которой шли уличные бои я сейчас постараюсь найти фото вам до и после ну то есть после ты сейчас это до это на фотографии будет что тут было но слава богу коммунальной службы и волонтеры все расчистили привели в порядок за что спасибо им повальный забор частного дома и вон далеке видно как дом сгорел практически тоже дотла после взрыва такая ситуация тут вот еще здание тоже попали под обстрел вот друзья еще одно здание по пути уже из города буча в город тупень тоже какой на центральной площади и деревья все пострадали вот такая друзья ситуация городе буча также посмотрите мои видео про город ирпень про город киев столицу последствия войны называется на моем канале чтобы сравнить последствия городе буча в городе ирпень и в столице нашей